Меня зовут Ощепкова Елена Викторовна, я житель дома Московская, 96. У нас случилось такое бедствие, как падение, почти падение дерева. Это не была сильная стихия, но когда это начало происходить, я подумала, что у нас обломился просто дом. Это был страшный звук. Дерево мы уже это спиливали и платили собственные средства, собираясь с жителями дома почелюскинцев, но который примыкает к нашему двору. Это очень дорого. Какую-то часть мы спилили, которая была опасна и могла проткнуть крышу, но дом почелюскинцев она уже повредила. Ветка упала, и когда были зеленые листья, и ветка сейчас не в том состоянии, в котором мы ее находим, она смотрится такая маленькая, усохшая. Это было что-то такое большое, что теперь все боятся поставить сюда автомобиль. По документам у нас у каждого собственника квартиры написано «машина-место». Вот мы сейчас приобрели автомобиль, поставить мы его сегодня не можем. Муж не умея, оцарапал его даже. Вида из окна нет никакого, света никакого, и очень сильно шумно, потому что у нас здесь такая интересная природа, несмотря на центр города. Птички у нас там шуршат, очень страшно даже ночью. Летом, естественно, все открывают окна. Я сама лично разговаривала с представителями управляющей компании. Со мной разговаривали очень вежливо, все. Я говорила о том, что если мои требования сейчас не исполняются, а я доверяю вам, пожалуйста, не обманывайте. То есть мне давали обещания неоднократно, но ничего не происходило. Последнее, что нам всем сообщили, и все передали друг другу это сообщение фотографии, это то, что вся проблема будет решена в третьем квартале. Он закончился. Действий никаких нет. Ну, я не специалист, но это угроза, согласитесь. Куда вы обращались для того, чтобы эту проблему решить? Каждый житель звонили и писали в нашу управляющую компанию. Неоднократно отправляли заявки в госуслуги, отправляли туда же жалобы. Вот мой сосед, они активно участвуют в этом. Полное игнорирование не только вот этой беды, но и прямых своих обязанностей. Это как компания. Они только занимаются сбором денег, и все. Никого мы не видим годами. Вот как они приступили к обязанностям. До этого были точно такие же. Они нас очень хорошо, как говорится, переходите к нам, обещали нам хоть какой-то порядок. Ну, арсенал вы видели лопат. Это наша собственность. Мы справляемся своими руками. Вот такая у нас беда. А через госуслуги вы обращались к администрации Киевского района? Да, это вот сосед мой писал, и нас всех поставил в известность, что он отправил туда жалобу. Но тоже без ответа. Без ответа. Вот ответ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok